Всехуальных апостолов, святого священного мученика, Ангелия, епископа Николейдийского и Климента, епископа Кесога, святых и правят, и благотец, и гимнады, и сев святых, помилуй и спаси нас, ибо ты благ и человека любит. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Искворение святителя Ана Златоуста. Все Писание, говорит апостол, богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для обличения, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи. А не так, чтобы одно он имел, а другого не имел, такой еще не совершен. Какая, например, польза, скажи мне, если кто молится прилежно, а милостыню подает нещедро? Или щедро подает милостыню, но лихоимствует и притесняет других? Или подает только на показ людям и ради похвалы от зрителя? Или хотя подает милостыню с полным усердием и для благоугождения Богу, но этим самым превозносится и высокомудрствует о себе? Или смиряется и соблюдает посты, но при этом сребролюбив, любостяжателен и, будучи привязан к земле, вводит в душу свою мать всех зол? Ведь корень всех зол есть сребролюбие. Будем страшиться его, будем убегать этого греха. Сребролюбие возмутило всю вселенную, все привело в беспорядок. Оно удаляет нас от блаженнейшего служения Христу. Не можете говорить служить Богу и мамоне, потому что мамона требует совершенно противного Христу. Христос говорит «Подай нуждающимся», а мамона «Отними у нуждающихся». Христос говорит «Прощай злоумышляющим на тебя и обидящим». А мамона напротив «Строй козни против людей, нисколько не обижающих тебя». Христос говорит «Будь человеколюбив и кроток», а мамона напротив «Будь жесток и бесчеловечен». «Считай ни за что слезы бедных». И таким образом в день суда сделает страшным для нас судью. «Тогда все наши деяния предстанут пред нашими глазами. Обиженные и обнаженные нами лишат нас всякого оправдания. Если Лазарь, нисколько не обиженный богачом, а только не получивший от него помощи, сделался строгим его обвинителем и не допустил богатого получить какое-либо снисхождение, то скажи, какое оправдание будут иметь те, которые не только не подают милостыни и своего имущества, но еще присвояют себе чужое и разоряют домы сира. «Если не напитавшие алчущего Христа навлекли на голову свою столь великий огонь, то похищающие чужое, ведущие бесчисленные тяжбы, несправедливо присвояющие себе имение от всех, какую получат от раду, и так исторним из себя эту страсть, а исторним, если подумаем о тех, которые прежде нас сделали другим несправедливости, лихоимствовали и умерли. Не другие ли пользуются их богатством и трудами, тогда как сами они подвержены казни, мукам и невыносимым злостраданиям? Не крайне ли это безумие трудиться и заботиться, чтобы и при жизни истощаться от трудов, и по смерти терпеть невыносимое наказание мучения, тогда как надлежало бы и здесь наслаждаться благодельствием, а ничто не доставляет столько удовольствия, как милостыня при чистой совести, и по отшествии в другую жизнь избавиться там от всех зол и достигнуть бесчисленных благ. Как порог здесь еще прежде гиены обыкновенно мучает преданных ему, так добродетель еще прежде царствия доставляет здесь наслаждение, подвязающимся в ней, услаждая их жизнь приятными надеждами и постоянным удовольствием. Итак, чтобы нам получить это удовольствие и здесь, и в будущей жизни, обратимся к добрым делам. Таким образом, сподобимся мы и будущих венцов, которых и да удостоимся все благодатью человеколюбиям, Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом, слава ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Боже, будь милой всех нам грешным, сотворивший нас Господь, помилуй нас. И честное согрешил Господи, прости нас грешных, помилуй, и благослови. Аминь. С воскресеньем, притянувай. С воскресеньем, притянувай. С воскресеньем. Помилуй. С воскресеньем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...